Шалом всем! Значит, да, сегодня будем об этом говорить, но небольшой, да, Диврей Мусар, написано в Мишне, одно из, да, важных вещей, что человек должен себе сделать, у человека должен быть Аселых Арав, но написано еще Укне Леха Хавер, Укне Леха Хавер, приобрети себе друга, что значит приобрети, в смысле, да, как бы, какой же он друг, если его можно приобрести, да, нас как воспитывали, что как раз-таки нет друг, не, написано в Мишне, приобрети себе друга, что это значит, имеется в виду, даже если это тебе будет очень дорого, друга надо, то есть не жалей ничего, приобрети себе друга, знаете, настоящий друг, он может быть, да, такой, да, настоящий друг, да, его не так тяжело получить себе в друзья, да, поэтому не жалей, то есть постарайся, да, сделать все, чтобы с ним подружиться, чтобы он стал тебе другом, да, даже если это тебе будет стоить, стоить будет, да, что имеется в виду? На самом деле говорят наши мудрецы, что слово Хавер состоит из трех букв, Хет, Бет и Реш, если эти буквы поставить по-другому, получится другое слово, Херев, Херев, это слово означает меч, меч, почему так, да, дело в том, что настоящий друг, это друг, это друг, который тебя, да, критикует, который может увидеть, который видит тебя, да, насквозь, знаете, я задавал как-то, да, вопрос тоже, мы учимся с ребятами, да, такой вопрос обсуждаем, я говорю, скажите, вот, представьте себе ситуацию, да, два друга считают себя друзьями, один приходит и говорит, слушай, друг, говорит, я вот вчера, там, не знаю, он сошел вам с пути, не знаю, делаю что-то неправильное, может быть, наркотики, может быть, что-то такое, говорит, прошу тебя, не сдавай отцу, не сдавай, только папе не говори, скажи, что мы вчера были вместе, да, не сдавай меня отцу, да, и вот звонит отец, и он такой, да нет, что-то не пережает твой друг, я тебя прикрою, да-да, он был у меня, все нормально, или же нет, или он должен сказать, нет, как раз-таки позвонить отцу, сказать, вы знаете, говорит, ваш сын вообще там отбился от рук, да, надо ему всыпать как следует, кто настоящий друг, да, как должен себя повести настоящий друг, так вот Тора говорит, что настоящий друг, это хереф, настоящий друг, это тот человек, который любит не себя, а он любит тебя, и настоящий друг, когда увидит, что человек гибнет, да, что он сошел с пути, что это его, это его, это его, поломает ему жизнь, он, несмотря ни на что, должен сдать его отцу, если он понимает, что отец на него повлияет, да, и имеет на него влияние, и как-то это остановится, да, тот будет на него злой, тот будет его, ты меня сдал, я тебя ненавижу, да, просто. Но пройдет время, друзья, пройдет время, и он скажет, вот ты мой настоящий друг. Другие продолжали мне в лицо лебезить. Почему? Потому что никто не хочет конфликтов, как бы. Давайте как-то проще сказать, да-да, он у меня был, а потом сказать, ну, это он меня попросил. И как бы все приятно, мягко, как бы все хорошо, нету никаких конфликтов. А то, что сам человек гибнет, да, а ты его покрываешь, это что? Значит, он тебе никакой не друг. Ты о нем не думаешь. Человек, который о тебе по-настоящему думает и переживает за тебя, а не за себя в своих глазах, он может напрямую сказать, знаешь, друг, вот так и так, это неправильно, так нельзя. А он на тебя обидится, а он, слушай, да, это тебя губит. На меня, что ты обо мне подумаешь, как бы это второй вопрос. Лишь бы у тебя все было нормально, да, чтобы ты, да, сохранить тебя, твою честь, твое здоровье, не знаю, что бы это ни было. Человек, настоящий друг, он думает о тебе, и поэтому иногда он ведет себя как меч. Он способен говорить тебе критику. Вещи неприятные. И очень важно поэтому иметь друга, да, чтобы у тебя был настоящий друг. Две причины. Первая причина, потому что друг заметит тебе что-то, что другие не заметят. С другом ты по-другому общаешься, с другом, да, в других местах сидите. Друг, он знает о тебе то, чего другие могут о тебе не знать. Это с одной стороны. А с другой стороны, то, что ты послушаешь от своего друга, ты не послушаешь от мамы, от папы или даже от своего Рава. Когда тебе Рав что-то и так не делает, а ты думаешь, слушай, что он понимает. Рав, это Рав. Как бы он не понимает, какой я. Он такой весь святой, вырос там в беймной браке с длинной бородой. Меня, он не понимает, я другой. Он просто не понимает меня. Но когда тебе твой друг говорит, твой друг, слушай, ну это действительно, это не годится. Да, так нельзя. Ты совсем по-другому его слушаешь. И даже то, что тебе Рав не в состоянии донести, то, что тебе может родитель не в состоянии, да, предки, что они там. Твой друг имеет доступ к тебе совсем другой. Поэтому очень часто, да, по этой причине, очень часто то, что не в состоянии сделать родитель, то, что не в состоянии сделать Рав, способен сделать друг. Друг имеет вот этот вот доступ. Доступ к человеку. Мы слушаем друзей совсем по-другому. Не так, как остальных. Потому что как бы друг, он со мной рядом. И с другой стороны, друг знает о тебе то, что, может, не знают другие. Поэтому так важно у кнелыха хавер. Но, как мы сказали, хавер... О, Роберт, Сэмо, шалом. Мы говорим, что хавер... Хавер, брат, вы слышите? Да, 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 брат, слышу, шалом. Что хавер — это те же буквы, что хэрэв, меч. Что настоящий друг — это который думает о тебе, а не о себе в твоих глазах. И он иногда может сказать тебе что-то, что на самом деле ты скажешь ему, да, иди ты, поссоришься нам. Скажешь, слушай, не важно, что ты подумаешь обо мне. Но тебе действительно, как бы, да, должен это сказать. Думает о тебе. И пройдет время, да, мы привели пример. Да, друг говорит, слушай, прикрой меня, там, не говори отцу, там, я там, да, мы там что-то там делали неподобающее. Ведь человек, который не друг, он скажет, конечно, что ему легче прикрыть, легче не конфликтовать, ничего не было. Но друг, если он понимает, что его товарищ гибнет, он встал на такую скользкую дорожку, да, там, не знаю, наркотики, или у него какие-то новые друзья, или какая-то сомнительная история, куда он ввязывается, он, наоборот, сделает все, чтобы вытащить его оттуда. И в моменте тот будет на него очень злой. Он будет сказать, ты меня, ты чего, да, как ты мог меня сдать? Да. Но пройдет время, он скажет, ты мой единственный настоящий друг. Все остальные поджали хвост, и передо мной, да, да-да-да, да-да-да, и смотрели, как я гибну, все равно было на меня. А ты единственный, который, да, в ссоре был, но как бы ты думал обо мне. Вот это настоящий друг Херев, который меч, который, да, он действительно способен, он тебя подел, он действительно думает о тебе. Не о том, как он в твоих глазах выглядит, а думает о тебе, чтобы тебе было хорошо. И вот таких друзей надо искать. Более того, таких друзей надо купить. Да, такие люди, как бы, они прямые, такие, чисто, да, иметь друга праведника тяжело. Это обычно люди очень занятые, да, у них таких, может быть, сто человек. Да, его надо вырвать как-то, да, вырвать, заполучить его внимание. Поэтому, кенелеха, хавер, даже если тебе это будет стоить, финансов, мамон, материально, найди способ, чтобы он был твоим другом, обращал на тебя внимание, следил за тобой, да, и вот именно делаете замечание, как бы, да, пресмазь, заботился о тебе. Именно как друг. Не как рав, не как брат, не как раввин, не как родитель даже, да, а друг. Потому что с друзьями, как мы себя ведем с друзьями, мы так не ведем, да, как мы сказали, со всеми. Окей, это что касается хаверин, дай бог, чтобы у вас были настоящие друзья. А мы с вами начинаем новую тему. Ну, как новую тему, продолжаем законы Йомтова. Но сегодня поговорим про таку мелаха, это самое последнее из мелаха от шаббат. Называется она мелехет-отсаа. Отсаа миршута яхид вершута рабим. Вехэн хавара вершута рабим. Мутерет би Йомтов. И вы скажете, ну о чем тут говорить, да, мы уже сказали, что переносить в Йомтов можно. Почему? Потому что в Йомтов можно носить ради еды. Блюдо переносить. А есть правило митох, что раз что-то разрешено ради еды, то это разрешено и ради всего остального. Поэтому переносить из частного владения в общественное, из общественного владения в частное, а также носить больше четырех омот в общественном владении потому что из правил но вот это большое но об этом сегодня говорим должно быть в том, что ты переносишь должна быть какая-то минимальная нужда, необходимость просто так переносить нельзя что-то тебе должно быть нужно в этом и поэтому можно носить часы спокойно в йомтов причем неважно, наручные, карманные, какие угодно почему? потому что, может быть тебе понадобится посмотреть на время поэтому, например, да можно в йомтов погулять с ребенком взять его на коляске без эрува, без ничего пойти, да по шутерам бим носить свиток торы лулав, да но, например камни переносить и другие предметы в которых нет даже кцацорых в йомтов запрещено почему? потому что тут теряется симхат йомтов да ты теряешь наслаждение йомтова то есть, о, ну все можно носить так все завтра как бы, да переносим там кирпичи с одного места носить же можно нельзя, да это называется терять радость йомтова тем не менее некоторые пуским разрешают йомтов переносить из одного владения в другой даже такие предметы которые вообще не имеют никакой надобности да, в отличие от того что пишет Алкут Юсеф есть такие пуски но ле аллаха ле масе мы идем по большинству да и тут тут все почти единогласно да говорят, что Тура запрещает без шейн бэбэйну бэйн сорых даже кца если нет малейшего причины нельзя переносить предметы из одного владения в другой поэтому надо знать можно переносить в йомтов но есть но как мы говорили про ключики да если у тебя есть ключик ключик от сейфа да тут бы целый сейман бы не знаю ключик от сейфа а зачем тебе ключик от сейфа носить его перед йомтовом нужно снять потому что тебе в сейф ты не полезешь кроме того в йомтов запрещено переносить из одного ршута в другое предметы которые например не для тебя а для гуим для неевлея либо для животное для какого-то животного либо тебе нужно что-то куда-то перенести на потом лехоль который наступит для будних дней почему потому что если мы уже делаем мелаха да митох позволяет тебе делать мелаха но тебе это нужно не на сегодня а можно делать только ради йомтова то есть да то что тебе необходимо для йомтова для радости в йомтов тебе это какая-то должна быть минимальная необходимость но для йомтова а не для послезавтра поэтому для того кому нету заповеди йомтова животных которые от тебя не зависят гуим да у них нет этой заповеди для них выполнять работу переноса нельзя так же как и ради будней только ради йомтова да поэтому еще раз то есть надо знать если ты что-то хочешь сделать не просто так носить можно если я попросил там не знаю дядь Коля захватить из дома там не знаю чтобы это была не мукца да какую-то вещь да справочник какой-то да нельзя тебе да для него просто так его переносить если нет эруба да все предметы которые запрещено переносить в йомтов из и наоборот запрещено переносить и в пределах Кармелид да что такое Кармелид вспоминаем мы учили в законах шабата Кармелид да это все то что находится между Ршута Рабим и Ршута Эхид и Медерабанан мы говорим что Кармелид равно да то есть все то же самое как Ршута Рабим только Медерабанан поэтому то же самое в йомтов по стаянке носить, там по лесу что-то переносить. Да, вроде бы как бы это не общественное владение, но это кармелит, нельзя там носить, если это что-то, что совершенно как бы нет в этом нужды в Йомтов. Да. И точно так же, как Эрув способен решить проблему Гоцаа в Шаббат, точно так же это происходит в Йомтов. Поэтому, когда у нас есть Йомтов, мы в Шаббат носим, тем более, конечно, уж точно никаких проблем, не может быть с Йомтовом. И все, что обнесено Ирувом, там можно носить без проблем. Даже предметы, которые бесполезны для человека, либо они для нееврея, или для животных. Если есть Ирув, то просто можно носить, тогда уже вопросов никаких нет. Да, а что называется летсорых? Что называется, давайте более внимательно пойдем. Мы уже говорили, что в Йомтов, где нет Ирува, можно переносить только, как пишет да, как пишет да, вот Ялкут, кцацорых бедовар. Должна быть какая-то минимальная нужда у тебя в этот день, в этой вещи. Тогда ее можно переносить. Почему можно переносить? Потому что если тебе можно переносить ради еды, то можно переносить и все другое, чтобы исполнить заповедь, да, радоваться, радости в Йомтов. Ну, какая радость нельзя носить. Поэтому мудрецы сказали, то есть это мнение Илеля, Шамай спорит, но Аллаха идет по Илелю. Илель говорит, слушай, да, людям, если это уже как бы можно делать, то и вот это правило метов. Исходя из этого в Йомтов разрешено носить в кармане, да, как мы сказали, часы, чтобы посмотреть который час. Солнечные очки. На случай, если они понадобятся, будет солнце. В Шаваттон-Аборд большая проблема с солнечными очками, потому что вдруг солнце зашло за тучку, стало темно, ты снимешь очки и пронесешь их. Их можно носить только пока они как одежда. Они не ватлин лагув. Они как бы, они несущественны, да, пока они на тебе. Но стоит тебе их знать, это пронос. Нельзя, это ты несешь вещи в Шаватт. Но в Йомтов, то, что есть ссорых, а вдруг станет солнышко, ты можешь носить в Йомтов часы. Часы или очки, да. Женщина, например, может надеть какие-то украшения, чтобы показать им подругам. А, в Шаватт это целая история. Она снимет, он положит карман. Нет, здесь проблем нет, ты, потому что захочет их одеть. Также разрешается приносить предметы, необходимые человеку, например, для каких-то духовного какого-то наслаждения. Пожалуйста, сидуры, талиты, тфелины, лулав, суккот. И даже просто какую-то заповедь хочу исполнить ламегадрин. Тебе нужно коробочку там, не знаю, от лулава понести. Да, вроде-то уже исполнил даже митсвулу лава, уже исполнил митсвулу лав. Вот скажите мне, исполнил митсвулу лав. И хочу отнести ее в синагогу. Можно или нет? Чтобы в синагоге там есть сука, у меня дома не было суки, я хочу в суке исполнить. Можно, можно. Все то время я давал там мегадрин, я уже, нет, все равно, я хочу еще на всякий случай, может быть, в дураке, но сделать то же самое в суке. Нет проблем, можно носить. То же самое шофар, в Росшана. Да, агатор есть. Если в Йомтов человек пошел погулять, парашюту Рабим, пошел погулять с маленьким ребенком, да, ну что в Йомтов самое милое дело, да, коляской взял там или даже за ручку взял, пошел погулять в парк. Взял для него бутылку, соску, игрушки. Можно, пожалуйста, брать для него одежды, которая может понадобиться. Все, что необходимо, можно с собой брать. Это может понадобиться, а если не понадобится, дождь так и не пошел, а ты взял с собой плащевик там, да, шапочку или что-то. Ничего, могло же понадобиться. Да, сменную одежду, если ребенок испачкается, все это можно. Также взрослый человек для себя может взять то, что ему может понадобиться, свитер, куртку, мало ли. Но запрещено брать одежду, которая ему не понадобится, да. Если это лето, и ты берешь с собой, там, не знаю, шапку-ушанку меховую, да. Окей, дождь сможет пойти, но что вот прямо сейчас снег и температура упадет на минус 20, это уже нет. Альберт, а это получается уже ты запрет приступаешь, или это просто типа, аля, нехорошо? Нет, это мелаха. Мелаха. То есть у нас, понимаешь, это мелаха, это запрет, емтов это делать нельзя. Но у нас есть правило митох. Вообще тебе никто не разрешал носить шапку. Можно носить только еду. Но сказал Елель. Это его как бы правило митох. Раз уж разрешили ради еды, разрешите на все остальное. Люди, радость, емтов. Люди, людям носить то, что они хотят. Правило митох. Но ради емтова. И ради радости в емтов. То есть нельзя для... Ну хорошо, а нарушающие это, он нарушает такой же запрет, как и перенос, как бы обычный. Или уже... Малкот. Он не нарушит перенос, как в шаббат. Да, это емтов. Но удары плетью, я тебе скажу, многие умирали от ударов плетью. И каждый раз перед ударами плетью замеряли здоровье человека. Выдержит ли он вообще это или нет. Слово неприятно, да? Дерабанан. Но запрет. Альберт, а выносить в емтов за решутор оби можно тоже? Да, конечно, мы сказали. Иршута Ахид, вршута Рабим. И носить вршута Рабим. По садовому кольцу, пожалуйста. Носи. Сколько хочешь. Если в этом есть хотя бы малейшая нужда. Можно. Инян Шалерув вообще там не работает, да? Там не нужен Ируф вообще. Не, вот все, что мы сейчас учим, что Инян Шалерув работает в емтов так же, как в Шаббат. И, например, для нееврея что-то принести в емтов ты не имеешь права. А если есть Ируф, можешь принести. Для животного что-то, да? Там лошадь забыл, там ей зерно принести. А нельзя нести, да? Если это не твоя лошадь, да? А если есть Ируф, можно. И если, да, опять-таки, видишь, Ируф работает. Ируф позволяет тебе делать. Для себя, то не вопрос, как бы, Ируфа. Да, если для себя, если в этом есть малейшая необходимость, Ируф не нужен. Но если в этом необходимости нет, или ты делаешь для кого-то, кто не обязан в емтове, то тогда тебя только Ируф может спасти, иначе это дело запрещено. То есть просто пойти к нееврею, например, домой в гости в емтов и взять там шоколадку, условно говоря, это только если Ируф есть. А почему? Шоколадку можно, если ты ее хочешь съесть. Ну, ты ее подарить хочешь, например. Кому? В гости, не знаю, дядь Коля. А, дядь Коля нет. Идешь в гости к дядь Коле, да? Получается, нельзя носить ради того, у кого нет заповедей в Симхоотъемтов. Максим, откуси чуть-чуть, и все. И дать доесть. Ну, я не знаю, насколько в этом уже подарок будет. Но получается, да. То есть надо как бы думать. Это должно быть именно лет сорых к цат. Хотя бы какой-то минимальный. Но опять-таки тут можно как сказать? Что если тебе нужно пойти... Что если тебе нужно пойти в гости к дяде Коле, то это твой цорых. А тебе стыдно ходить к нему без шоколадки. Понимаешь? Но если тебе чисто, тебе это не нужно. Тебе дядь Коля сказал, слушай, ты идешь как раз домой. Захвати мне, пожалуйста, там вот это. Да? Ты говоришь, дядь Коля, не могу. Не могу принести. Потому что это через садовое кольцо там, да? Или даже просто это... Не могу носить. Если нет эрува, не могу. А если эрув есть, могу. Конечно, принесу. Вот так. Окей. Если человеку необходимо взять с собой ключ, который висит на связке ключей, то некоторые пуским считают, что он должен отделить те ключи от связки, которые ему не нужны, а взять только тот ключ, который ему нужен. Но другие пуским говорят, слушай, где-то тирхажечек будет копаться в этой связке. Ему нужен один ключ, но пусть возьмет уже все. И так как все-таки это запрет мудрецов. О, Сэмо, это запрет мудрецов. Все-таки это, да, дэрабанан. Поэтому в таких ситуациях, в случае сомнения снять, не снять, можно лэакэль. Можно облегчать. Ну, можно облегчать. Это называется кула. А на самом деле, да, если тебе не трудно, то, да, бери с собой только те ключи, которые тебе нужны. Мы сейчас не говорим про ключи от сейфа. Мы говорим, у тебя ключница, в которой ключи от 15 комнат. Но ты реально в разных местах города. Но ты собирай, тебе нужны ключи только от одной. Ты идешь куда-то конкретно. Он говорит, возьми только то, что тебе надо. Хотя, в принципе, тебе не проблема зайти в любую из этих комнат. Мы не говорим про ключ от сейфа. О, ключ от сейфа тебе нет, ты даже не сможешь зайти. Зачем ты его берешь? Я понимаю, ты взял ключи, а вдруг я захочу шоколадку, а вдруг мне нужно будет пойти в эту комнату. Этого вдруг достаточно. Ты можешь взять. Мы сказали, ты можешь взять с ребенком на прогулку даже вещи, которые могут пригодиться. Мало ли, ребенок захочет. Даже если он потом не захочет, ты можешь это с собой брать. Но, что касается ключа от сейфа, давайте поподробнее. Человек выходит на прогулку. Идет парашютер Абим, хочет погулять. И опасается, что пока его не будет дома, туда могут проникнуть воры и, например, его ограбить. Тут уже как бы он говорит, слушай, возьму-ка я с собой ключ от сейфа. Или украдут у него еду для трапезы. Ему нужно запереть дом, в котором находится пища, посуда. Этого достаточно, чтобы он мог взять с собой ключ. Потому что это называется необходимо для емтова. А зачем ты взял с собой эти вещи? Да, ключ от замков. Потому что, да, я боюсь, что эти, да, кто-то, может быть, что-то украдет. Такие ключи. Это называется 40 емтов. Я хочу это носить только при себе. Хорошо. Поэтому можно носить ключи от комнат, в которых лежит одежда, украшения. А тогда ключи от сейфа нельзя? О, вот теперь мы подбираемся к этому, да. Что ключи от сейфа? С одной стороны, ты в сейф не полезешь. С какой целью? Ты берешь, ты как бы взял ключницу, а там висят ключи от сейфа. Да, и, но этот ключик сам от сейфа, он уже в сохранном месте, да. Тогда сними его, да, чтобы мы увидим это, увидим, да. Но если ты берешь ключ от сейфа, не для того, что ты хочешь залечь с сейфа, а наоборот, чтобы кто-то другой в него не залез. Ты хочешь его убрать оттуда, да, с собой его носить, это другое. Это можно будет, да. Но на самом деле, работая по поводу ключей от сейфа, зуамахлок это пуски, это спор, среди пуски. Потому что если человек опасается, что пока его не будет дома, деньги могут украсть, да. С другой стороны, есть мнение, да, что это запрещено, потому что можно переносить только то, что ради митцвы и наслаждения, а не для того, чтобы предотвратить убытки. Так считают Роши Магариль. А другие пуски им говорят, нет, избавление от беспокойства, это тоже, это цорых ёмтов. Какое? Да окей, это активно тебя не наслаждает, но это позволяет тебе наслаждаться. Да, иди отдыхай, а ты чайник, утюг выключил. Как отдыхать, если ты боишься, что у тебя дома утюг в розетке стоит, и может быть все горит. Поэтому они говорят, ты что, снятие напряжения, это тоже удовольствие? Да, мне как-то тоже это очень понятно, кажется. Видите, все-таки Роши Магариль говорят, что нет, как бы это не наслаждение, это просто беспокойство. Окей. Но на практике, если человек захочет в этом пропосле Акель, ему, конечно же, есть на что положиться. И лекатхила, но лекатхила надо, о, лекатхила. Вот лекатхила нужно всегда оставлять ключи от сейва. У соседей, которые с удовольствием воспользуются, нет, у соседей, да, у друзей, мы сказали настоящих, оставлять у кого-то, да, на всякий случай, если нет, и не нести его с собой. Или, если ты уже уберешь его с собой, чтобы быть и по всем мнениям, положи его в носок. Или положи его под шляпу. Да, окей. Мы сказали, да, большинуй, а большинуй уже точно как бы проблем не будет. Видишь, но разрешено переносить паршют Рабим, предметы, если они запрещено переносить паршют Рабим, если они для неевреев. Мы это уже говорили. Даже если нееврей пообещает за это еврею вознаграждение, я тебе дам блюда, вкусные фрукты, и ты думаешь, о, классно, это же радость Йомтов, принесу ему что-то, запрещено. Так, почему? Потому что перенос этого предмета, он напрямую не связан с едой. Ты не можешь сказать, что я ношу ради еды. Нет. Ради еды носить это не то, что я пронесу и получу еду. Это непрямая связь. И даже если нееврей угрожает еврею, что если тот не принесет ему какой-либо предмет, а ему нужно пройти Ршута Рабим, если, говорит, я у тебя, говорит, украду, там, не знаю, кастрюлю, и ты вообще не сможешь готовить на Йомтов. Все равно запрещено нарушать запреты Йомтова. Почему? Потому что в Йомтов разрешены только те виды менаха, которые необходимы для приготовления пищи или напрямую связаны с митсвой или наслаждением в праздник. А менаха, которая косвенным образом помогает еврею достать что-либо необходимое для праздничной трапезы, она запрещена. Если я это сделаю, он мне даст кастрюлю. Или если я это не сделаю, он у меня кастрюлю запретит. И каюк Мэй Трапезе, это косвенно, это нельзя. Ради такого нарушать Йомдом будет нельзя. Это Равшлому Залман, Аойербах, Шмират Шабаб Килхета и другие как бы на этом сходятся. Поэтому, да, это не полови. И последнее, да, запрет выходить. Мы знаем, что есть Ршута Рабим, Ршута Рахид. Переносить оттуда сюда нельзя, отсюда туда тоже нельзя. Носить Ршута Рабим. А еще есть такое понятие Тхум. Это тоже, оказывается, нельзя даже без ничего. Тебе, тебе нельзя уходить за границу города больше, чем на 2000 Амод. Да, окей, что в Йомдов? Запрет Тхумин действует в Шаббат. Точно как и в Йомдов. Почему? Потому что смысл святых дней, он в чем заключается? В том, чтобы в них, да, евреи отложили в сторону все свои повседневные заботы. И на время забыли какие-то, да, о тревогах этого мира. И все силы своей души направили на изучение Торы, на исполнение заповедей. Да, они разгуливали тут из города в город. Вот почему мудрецы постановили, что в Шаббат, в Йомдов запрещено выходить за пределы Шаббат-Хум. Имеется в виду, само место пребывания человеку в Шаббат или в Йомдов должно быть, да, до границы плюс две тысячи локтей. Километр, да, приблизительно километр, да, точнее, там, 912 метров. Вот он здесь пишет, да, 912 метров. Ну, километр, да, нельзя за границы города уходить. В любую сторону. Но если человек проводит Шаббат или Йомдов в открытом поле, то его, получается, его Тхум, знаете какой? Арба-аль-Арба. Если ты бежал, 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 бежал в город, и не получилось. Ехал в лагерь Цхайм, да, и не успел, застрял в лесу. Вот там, где ты остановишься, твой Тхум, 4 на 4, мы учили с вами, эй, Рувин, все, ты прям реально застрял на этом месте. Ты не можешь двигаться, садишься, достаешь то, что у тебя есть, исправляешь твой Шаббат на месте. А если человек находится в городе или в селе, то, да, мы считаем 2000 от границей. Окей. Да, окей, вот здесь пишут, что если хотя в Йомдов разрешено выполнять мелаха, которая необходима для еды, на этот день, запрещено покидать Тхум, даже если это нужно для приготовления блюд на праздничную трапезу. Можешь пойти там, взять что-то в магазине, через дорогу у соседа, но идти в другой город за картошкой нельзя. Почему? Дело в том, что разрешение выполнять мелаха касается только той пищи, которая уже находится в распоряжении человека. Точно так же, как нельзя в Йомдов пойти собирать урожай, охотиться на животных, да, мы говорили. Делай это до Йомдова, да, то, что тебе необходимо, вот прямо сегодня, да, это можно делать, но это не значит, что сейчас можешь идти посеять, сжать, пахать, я же это для еды делаю. Такие вещи нельзя. Точно так же нельзя, это должно быть муха, это должно быть из готового уже. Потому что сразу можно употребить пищу. Запрещено выходить поэтому за границы Тхума, чтобы принести там еду откуда-то издалека. Не считается, что это бершуда, не считается, что это в твоем распоряжении. К тому же Тхумин не входит в спицах на самом деле 39 работ. Почему? Поэтому, да, это спор же Тхум, Шаббат, это Дурайт или Драбанан. Поэтому на него не распространяется разрешение выполнять милаха, которое необходимо для Охл-Нефеш. Хатам Софер так пишет. Ораха им тоже приводит. Окей. Если в Йомдов нееврей принес тебе перот, фрукты, или ярокот, овощи, и за пределы Тхума, он тебе принес картошку из другого города, то любой еврей может пользоваться этими плодами, проблем нет. Но мудрецы установили запрет Тхумин даже в отношении тех предметов, которые принадлежат нееврею. И поскольку эти фрукты, которые нееврей принес, были, они вынесены за границы своего Тхума, их запрещено переносить на расстояние больше четырех локтей. А если человек нееврей внес их в дом или принес вместо обнесенное забором или эрувом, то их можно переносить по всей этой территории. То есть, если он тебе передает эти фрукты, которые он принес издалека, в территории, где эрува нет, ты можешь их только там поесть. Реально никуда отнести не можешь. Но если тебе хватит четырех шагов, чтобы дойти, или ты был уже в эруве, я бы ему нет, можешь взять, носить в эруве, куда хочешь. Но если тот специально для тебя принес эти плоды из-за Тхума, тогда это запрет Дарабанан, из-за Дарабанан нельзя. Нельзя этому еврею, его домочадцам запрещено есть их до исхода Йомтова. И причем после Йомтова должно пройти время. Жгут вот это вот, которое заняло у этого нееврея. То есть, ты не можешь за счет Йомтова экономить на доставке своих продуктов. А что, у него как бы, да, давай как бы доставки, а ну-ка, заказал доставку у Йомтов, и он тебе как раз после Йомтова уже все принесет. Если он тебе принесет, окей, но воспользоваться ты этим сможешь только через то время, какое бы у него заняло, если бы ты заказал это после исхода Йомтова. Но другие евреи, которые как бы его, не его семья, не его ближайшие родственники, то не его семья имеется в виду, они как бы к нему отношены, они могут воспользоваться этим прямо сразу на месте. То есть, для тебя нельзя, а если кто-то другой, для кого-то другого можно, можно брать, переносить, если есть Ируф. Если Ируфа нет, переносить нельзя, но потреблять все равно можно. Окей, очень интересные законы, работай, законы мукце, мукце, законы мукце в Йомтов. И также запреты, да, строгость запрета мукце в Йомтов, мы увидим, тут есть очень интересные нюансы, даже превосходящие шаббат. Но это такая важная тема, я думаю, мы не будем сейчас ее в эти последние несколько минут пытаться втистнуть. Работай. На этом предлагаю с вами сделать паузу. Завтра у нас четверг. Не знаю. Завтра. Завтра будет? Завтра не факт. Завтра, скорее всего, урока не будет. Завтра четверг. Еще и свадьба, и хеддер, не знаю. То есть, завтра точно, наверное, нет. Но без рата шем в следующий раз пройдем. Это уже последнее, да. Закончим с вами законы Йомтов. Пройдем с вами законы Мукцы в Йомтов. Без рата шем. Вопросы, может быть, какие-то остались? В принципе, все понятно. Ну, баруха шем. В принципе, все понятно. Тогда всем хорошего дня. Брат, а еще раз объясни мне тхум. Что такое тхум? Я что-то запутался. Мудрецы хотели, чтобы в шаббат и в Йомтов люди далеко не ходили. А, это за город ты имеешь в виду? За город выходить, да? Да. Тхум-шаббат, да? Абсолютно как тхум. То есть, в Йомтов есть такое понятие, как и в шаббат тхум. У тебя, ты в село какое-то попал, оно маленькое, нельзя пойти в другое село. Если оно дальше, чем 2000 амот. Если оно дальше, чем... Нельзя пойти или что-то с собой перенести? Не, нельзя даже пойти. В этом-то все и дело. Что ты сам, ты не можешь ходить пустыми карманами. А есть какая-то причина, которая это отменяет? Ты можешь до шаббата пойти в это место на границу и положить там себе еду и сказать, вот это мой тхум. И тогда ты сможешь до этого дойти. Ну, ты в своем городе будешь ограничен потом в другую сторону. Да, да, да. То есть, ну, это такая вещь, законы тхумин. Но, что мы поняли, что они в шумьемтов тоже действуют. Есть такое понятие, тхумин в емтов тоже есть. Поэтому носи, там, гуляй, ходи, но сам не уходи далеко. Погуляй, погуляй, там, да, не уходи сейчас куда-то там. А тхум действует в таком случае только когда есть села, например, допустим, которые друг от друга дальше, чем этот тхум, правильно? А если они ближе, чем этот тхум, то нормально все. Ты можешь перейти из одного в другой, да. Но ты все равно дальше от своего не можешь уйти, или это все как-то тебя объединяет все в одно? По-моему, объединяет, уже не помню. Что? Следующий город четырема, ты идешь тысячу амок вот так, что город еще он считает четыре амок. Слово считаешь он считает то есть они соединяются. То есть ты от него, от второго города тоже может еще амок погулять. Весь город считает четыре амок. Что это значит? Нет, он говорит, что вот они пересекли, то есть две тысячи амок уже там на тысячу пятьсот начинается второй город. я зашел во второй город. Четыре амок. А он заканчивается? От него еще две тысячи. Почему две тысячи? Пятьсот минус четыре амок. Ты же полторы тысячи прошел, остается пятьсот. Пятьсот город. Ведь город четыре амок. После А не слышно, что он говорит? Ну, да, Акива говорит, что если у тебя нахлест, ты за тысячу пятьсот амок дошел до следующего села, то это село сжимается в четыре ама, как будто они на четыре ама, и ты можешь выйти за пределы этого села в дальшее. Только на оставшиеся пятьсот амок. Минус четыре. Минус четыре ама. Окей. Работаем. Можно это сюда уточнить, почитать. Интересно. Не знаю. Видите, он пишет просто Айен Шам. Это больше Тхумин Шаббат. Надо открывать законы Тхума в Шаббат. Нам это все подробно рассказывается. Зато Шам, если интересно, давайте это посмотрим. С удовольствием. Вот я Эйрувин. Видите, учили, учили, учили Эйрувин. Уже как бы, да, уже не помню. Надо повторять. Хазаку барух, мой брат. Хазак. Брухим ти ю. Всем хорошего дня, друзья. До следующего раза. Хазаку барух. Хай бай. Шкох, шкох.